Мораловодство вновь становится прибыльным бизнесом. В приграничном с Казахстаном Алтайском крае разведением этих благородных животных занимаются 250 хозяйств. Все дело в пантах, которые благодаря лечебным свойствам пользуются большим спросом на рынке. Как раз сейчас на Алтай завершается так называемая панторезная кампания. За процессом заготовки пантов наблюдал наш корреспондент Салуат Семербалатлы. Сезон срезки пантов длится всего пару месяцев. Сам процесс непростой. Моралов загоняют в общий накопитель, а затем осматривают и определяют, насколько созрели панты. Срезают их только обычными пилами. Выбирается зуб средний, небольшой, не маленький, чтобы не задирать кожицу и срезать быстрее. После срезки на каждый бант одеваются специальные бирочки. Это нужно для учета. Так специалисты проводят анализ и оценивают физиологическое состояние особи. Панты созревают обычно к 72 дням после предыдущей срезки. Упускать время нельзя. Потом они просто окостенеют и превратятся в рога. А если до срезки еще рановато, то оленя выпускают на волю. Но всего на пару дней. Анатолий один из самых опытных мораловодов края. Моралами увлекся еще в институте, когда учился на ветеринара. Сегодня об этих животных он знает почти все. В 15-16 веке охотники отстреливали моралов и консервировали в своих бытовых условиях панты. И наряду с пушниной и с медом они уходили за границу, как бы продавались. Это был дорогостоящий продукт. В конце 19 века, когда поголовье благородных оленей нещадно истреблялось, в горах Алтая оставалось всего 2000 особей. Сейчас их популяция насчитывает свыше 120 тысяч моралов. Пантовая продукция вся как иммуностимулирующая, общекрепляющая, выводит организм с хронической усталости, происходит регенерация клеток. Старый отмирает и дает рост новым клеткам. Эти 6-килограммовые панты самые крупные в нынешнем сезоне. Но в истории известно, когда они достигали в размерах около метра. А самые большие весили 27 килограммов. Для того, чтобы панты как можно дольше сохранили свои уникальные лечебные свойства, их подвергают специальной обработке. Панты сначала варят при температуре 96 градусов. И как итог подвешивают вот в таком состоянии в специальном проветриваемом помещении. Таким образом, панты могут сохраниться много-много сотен лет. 1,159, 1 килограмм 476. Панты сейчас в цене. Главный покупатель Китай. Но и европейцы не отстают. Поэтому мораловодство на Алтае вновь становится очень выгодным бизнесом, как и несколько веков назад. Салават Семербулатулы, Арман Якубов и Алексей Мельницкий. Алтайский край. Россия.